приветствую дорогие друзья сегодня с вами я владимир дзюба как всегда хочу сказать пусть бог нас сегодня благословит есть день есть пища и сегодня хочу говорить об одном качестве которое бог желает видеть в каждом своем последователе каждый кого он призвал каждый кто открыл свое сердце для него и я верю что когда мы следуем за ним есть то что он ожидает от нас есть то что он производит в нашем сердце я думаю если вы посмотрите на свою жизнь каждый сможет увидеть то на чем бог трудится и первая черта наверное которая важна во всем точно также и в царстве божьем это верность верность в том куда бог нас поместил и то что он нам открыл и то в чем он нас ведет хочу сегодня коснуться одной притчи это матвея 24 глава 45 стих кто же верный и благоразумный раб которого господин его поставил над слугами своими чтобы давать им пищу свое время иисус задает такой вопрос тем кто его служит кто верный и благоразумный раб и дальше он отвечает сырошество блажен тот раб которого господину пришел найдет поступающим так и если мы увидим это то на что иисус акцентирует внимание это верность первое то о чем она ведь это верность верность в том малом которое было доверено это что бог ожидал что мы совершим если мы посмотрим сегодня на свою жизнь церковную жизнь может этот месседжем больше касается непосредственно нашего пребывания в церкви мы получаем для себя благословение через жизнь тех людей которые стоят стоят и проявляют верность в доме это так и есть хотя может эти люди и подбираются какой-то определенной критики и еще каким-то вещам но их не верность она принесла для нас благословение я думаю что те кто для на те кто нам послужил в какой-то определенный период времени они были верны в том чтобы проповедовать чтобы свидетельствовать чтобы служить нас нам поддерживать на на этом не заканчивается я верю что если верные послужили нам приходит в жизнь каждого время когда и мы точно также должны послужить в том малом где бог нас разместил временами мы можем смотреть и мы думаем о это касается кого-то у сослужителей тех кто служит за как за кафедра тех кто проповедует это учителя нет это касается каждого из нас у каждого из нас есть мера благодати и то что мы можем заметить наши свидетельства которые мы приносим тем людям которые окружают нас а ну кого для кого-то становится пищей для размышления в естественно время приходит когда человек направит свою жизнь на пути божьем бог обозревает эту землю и он ищет верных людей верных людей для того чтобы их благословить еще больше поэтому дорогие если вы сегодня слышите это я думаю есть вещи которые зависят от нас от нашего решения примите быть примите решение быть верными в том малом которого вы имеете сегодня бог открыл для нас уже в течение нескольких лет каждое утро мы бодрствуем молимся и я верю что и в этом тоже есть для нас необходимость проявить верность не просто какой-то период времени а прийти к тому чтобы да я постоянно да это дисциплина да эта организация но самого себя потому что никто не видит и в этом я думаю есть очень хороший плюс потому что временами многие себя могут мотивировать к добрым делам только когда они на виду а когда никто не видит к сожалению то есть руки опускаются ну меня никто не похвалит никто не заметит мы должны учиться ходить перед богом мы должны учиться ходить перед богом ходить падать подым подыматься и следовать поэтому пусть это слово она никого не приведет в комфуз потому что я думаю даже сегодня бог побуждает не делиться этим словом под но только причине кого-то он желает поднять и поставить там где там где он его поставил чтобы не находить какие-то оправдания вот а мне там то там то там то там суета там жизнь вот там а еще там кто-то пусть негативные люди они не будут являться для нас примером давайте мы будем смотреть на тех кто на самом деле сегодня стоит тех кто трудится и иметь способность своем сердце сказать пусть бог благословит мы кого-то благословляем время придет когда и нас будут тоже благословлять за нашу верность поэтому с миром божьим пусть этот день он принесет те благословения которые бог имеет для каждого из вас аминь